Всем привет! Возьмем немного супергероики, добавим милоты и получим героев в масках. Герои в масках это мультсериал и у меня сегодня игрушки. Много игрушек по этому мультсериалу, мы на них на все посмотрим, я распакую их, покажу функционал, как они сделаны, расскажу свое мнение. Одиночные наборчики. Вот такой набор. Браслетик, герой, функция, в данном случае это Кэтбой, мальчик-кот. Комплектация. Браслет и фигурка. Собственно, что было видно и в блистере в самом. Браслет тянется, но, конечно, рассчитан на детскую руку, на меня не налезет, как я не буду пытаться. Однако сама фигурка рассчитана на кого угодно, потому что она, на самом деле, очень милая и функциональная, но по порядку. Внешний вид фигурки сделан точно таким же, как персонаж представлен в мультфильме. Это большая голова, большие глаза, улыбочка такая, ну и костюм, конечно, у каждого свой индивидуальный. У этого Кэтбоя костюм с ушками, как видите, и хвостом. Про подвижность. Подвижность фигурки небольшая, но присутствует. Ножки, то есть фигурку можно посадить. Хвост, хвост можно покрутить. Ручки, ручки можно поднять. И голова не двигается. Но зато здесь есть один такой интересный момент. Эти фигурки с функцией. И функция здесь как раз в голове. Ну, а точнее в голове батарейки. Функция. Нажимаем на голову героя и ты дышь. Что? Что-то произошло. Стал светиться знак на груди героя. То есть мы нажимаем на голову и загорается символ героя. И через некоторое время гаснет. Вот такая прикольная функция. У каждого героя будет подсвечиваться свой его индивидуальный символ. Но мы на это посмотрим. А это Гекко. Маленький зеленый герой, который вроде как ящеринца. В комплекте здесь также идет браслет. Но только браслет с символикой Гекко. С его логотипом. И фигурка Гекко также с логотипом на его груди. С таким же, как и на браслете. Ну, с браслетом все понятно. А фигурка? То же самое с фигуркой, как и с предыдущей. Подвижность такая же. Ножки, ручки, хвостик. Ну, правда, у Гекко не так. Он круто двигается, как у предыдущего героя. Но, в принципе, ящерица особо, наверное, не должна вилять хвостом. И функция также у него присутствует. Нажимаем на голову. И что происходит? И загорается также символ. Только если у Кэтбоя загорелся синим, то у Гекко зеленым. Собственно, подсвет его костюма. Олет. Это супергерой-девочка. Красный костюм, красный браслет и красный плащ. Этим она отличается. Кстати, у тех, ребят, не было плаща. На ощупь фигурки все очень классные, приятные и сделаны из крутого материала, такого пластика, текстурированные. А у Олет отличительной особенностью является тем, что у нее есть такой резиновый плащ. У других героев плаща нет. Ну а функция такая же, как и у предыдущих героев. Нажимаем на голову, загорается символ. На этот раз только красный светодиод. Фигурки все игровые, с прикольной функцией подсветки, с браслетом в комплекте, из классного материала сделанные, на ощупь приятные. Костюмчики текстурированные. В общем, классные наборы одиночные. Можно выбрать своего любимого героя. Гекко-мобиль. Ну это транспорт. У каждого героя есть еще свой транспорт. Сейчас я вам о нем расскажу. Здесь в комплекте идет сам Гекко и его Гекко-мобиль. Гекко отличается от предыдущего, который я вам показывал. Здесь нет функционала с загорящимся символом, который у него был в груди. Но зато здесь чуть-чуть получше подвижность. Также двигаются ножки. Также двигается хвостик. Здесь такой интересный сустав, который позволяет разнообразно играть с игрушкой, позволяет как-то в каких-то сражениях участвовать, по-разному взаимодействовать с другими фигурками. Ну и голова. Здесь голова подвижная. Если в том наборе мы только нажимали на голову и больше ничего не происходило, голова не двигалась вправо-влево, то здесь в этих наборах с автомобилями у всех фигурок головы подвижные. То есть вправо-влево, ну и на 360 градусов тоже можно крутить. Ну и сам гекко-мобиль огромный, зеленый, с гусеницами. Ну практически танк. Как мы видим, здесь три кресла, значит можно будет посадить трех героев, мы обязательно это проверим. Но для начала посмотрим еще на гекко-мобиль. Гекко-мобиль не просто так себе, он еще, естественно, машинка. Здесь три колесика крутятся, они покрашены в цвет гусениц, и поэтому незаметно так не выделяются. Ну а сама машинка отлично будет ездить по любой ровной поверхности. Попробуем посадить гекко. Раз. И два. Готово. Поехали. Олет и Савиный планер. Элегантная красная машина и наша героиня в своем красном наряде. Фигурка здесь такая же, как в предыдущем наборе, но я имею в виду по функционалу. Подвижные ручки, ножки, голова крутится вправо-влево. Ну и очень похожий автомобиль, только в другом дизайне просто сделан. Также у него три колеса снизу, только они по-другому немного оформлены. Это маленькое колесо, здесь два больших колеса. Также есть три сидения для других героев. Причем, вы могли заметить, что они разных цветов. Это подразумевает, что у каждого героя свое индивидуальное сидение. Также он катается хорошо, этот планер. И также можно посадить фигурку за руль. Готово. Кэтбой и Кэтмобиль. Кэтмобиль, ну вы понимаете. Этот автомобиль выглядит, как по мне, круче всех. Ну это лично мое мнение. У каждого будет свое. И у каждого свой любимый герой, и своя любимая машинка будет, естественно. Мне больше всего нравится Кэтмобиль. Во-первых, он на четырех колесах. Очень устойчивый и такой надежный автомобиль, явно. И отличная фигурка с очень крутыми узорами на костюме. Но его тоже с хорошей подвижностью. Также ручки, голова вращается, ножки. Все, можно посадить его туда, в этот автомобиль. И автомобиль. Четыре колеса. Раз, два, три, четыре. Агрессивный, можно сказать, внешний вид. Он же главный у них, поэтому должен выделяться. Ну а теперь сажаем за руль Кэтбоя. Кэтбоя. Посадили. Поскольку это игровые наборы, герои фиксируются в креслах очень четко, надежно. И не вываливаются, даже если перевернуть машинку и потрясти. Нужно же попробовать посадить других героев сюда. Тем более у них места отмечены цветом. Берем нашу сову. И готово. Гекко. Вот для этого хвост поднимается вверх, чтобы удобно было разместить их в машинке. Готово. Теперь вся команда в одной машинке. Могут отправляться на встречу приключения. У нас остались свободные места в другом автомобиле, поэтому мы попробуем предыдущие фигурки сюда посадить. Возьмем Гекко из одиночного набора. И посадим. Точно, получилось. Остальных можно также разместить. Кэтбой. И девочка-сова. Олет. То есть получается, что фигурки из одиночных наборов размещаются в машинках из тех наборов, которые я вам показал. Это же здорово. Можно комбинировать. Можно брать, например, светящиеся, со светящейся функцией игрушки и сажать его в эти наборы, дополнять, совмещать. Они выглядят абсолютно идентично. Можно в одной игровой вселенной. Они находятся в одной машинке. Все сидят очень надежно и не выпадают. Ровно так же, как и предыдущие.